Всем привет! Давненько у меня на канале не было этого бренда. В общем-то, посмотрел, что он новенького делает для моих новых телефонов. Естественно, мой основной смартфон Mi 9 и Mi 9 SE моей жены, поэтому я на эти телефоны больше всего заказываю всяких аксессуаров. Сегодня будет чехол, очень необычный. Я когда увидел его, в общем-то, в магазине, я подумал, что надо брать. 3 доллара всего лишь стоит. Качество кофели, как вы знаете, обычно, практически всегда, очень высокое. Поэтому я без всяких сомнений, без всяких раздумий решил заказать. Фирменный пакет кофели. Вот так вот выглядит чехол. Он как будто бы слегка помялся, но самое главное, как он будет сидеть на самом смартфоне. Потому что сейчас я вижу, видите, как края приплюснутые такие. Как будто бы они потеряли геометрию, потеряли форму. И, возможно, они будут плохо прилегать вот здесь вот с краю у телефона. Давайте проверим. Сейчас, на данный момент, у меня вот такой вот чехол используется. Очень меня он радует. Это iBuyway, купленный в GearBest. Как вы знаете, я покупаю в разных магазинах. Где дешевле, где интереснее выбор, там и покупаю. Поэтому вот кофели, к сожалению, в GearBest нет. Хотя у меня там очень много всяких купонов, скидок. Поэтому, в общем-то, покупаю на Алиэкспрессе. Кстати, они есть разные по ободку. То есть, красный, синий, там, по-моему, черный. Можно посмотреть. Я ссылку оставлю. Можете посмотреть. Может быть, вас какой-то другой цвет привлечет больше, чем вот такой вот синеватый. Но я вижу, что то, что я говорил, здесь немножко как бы оправдалось. Да, он чуть натянулся. Этот край поправился. Но он все равно вот такой вот расхлябанный. То есть, возможно, это брак самого чехла. Возможно, эта проблема в том, что плохо упаковали. И он был приплюснутый долгое время. Может быть, это можно исправить феном. Я не знаю. Но в любом случае, кейс должен быть более фитовым. Он должен лучше облегать. Этот как будто бы, знаете, взят чутка на вырост. Давайте посмотрим по нажатию. Кнопки нажимаются. Ну, из-за того, что вот эта вот часть у нас здесь болтается. Посмотрите. Вот этот чехол просто болтается. Значит, здесь у нас кнопка тоже нажимается точно так же. Потому что плохо прилегает силиконовая вот эта сторона. Если бы хорошо прилегала, вот я сейчас прижму, то кнопка нажималась бы просто идеально. Изумительное приятное нажатие. Понятное отщелкивание. Снизу у нас изумительно качественно, посмотрите, сделан вырез. Просто шедеврально. То есть, все выверено под каждое отверстие. Тут никаких претензий. Камера у нас находится под защитой. Вырез под камеру сделан идеально. Вырез под вспышку идеально. И вырезы вверху тоже у нас сделаны идеально. Получается, что либо брак, либо при транспортировке. Я не знаю. Но пользоваться таким чехлом я, к сожалению, не буду. Хотя он мне очень нравится. Он очень интересно украшает смартфон. Очень придает ему такой новый стиль, новый дизайн. В общем-то, снимаю и может быть, не знаю, может кому-то подарю. Если кому-то прям вот, вряд ли кто купит Mi 9, вряд ли будет ходить с таким чехлом. Хотя, кто его знает, даже родной чехол на Mi 9 по качеству получше. Но в любом случае, камеру он не защищал, а этот защищает. Поэтому можете попробовать, поэкспериментировать. Может быть, вам придет получше вариант. Но вот мне что пришло, то и рассказываю. К сожалению. Хорошего всем настроения. Ссылка на чехол будет в описании. Ссылка на кэшбэк, которым я пользуюсь при каждой своей покупке. Два кэшбэка. Это тоже будет в описании ссылочка. Обязательно заходите в группу ВКонтакте. Море интересных купонов, скидок, распродаж. Все в группе ВКонтакте. Ну и, конечно, интересные новости. По возможности выкладываю. И, конечно же, заходите на второй канал. Там выходят интересные обзоры, распаковки и многое другое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»